Музыкальный межнациональный фестиваль собрал почти полсотни участников со всего региона. В Есенинской библиотеке собрались таланты, представляющие разные конфессии и национальности. Богатый колорит нашей страны участники передали через песни на разных языках. Ансамбль «Байравань», который создан 10 лет назад вместе с Люберецким отделением национальной культурной автономии «Мордвы». Песня не только строить и жить помогает, но и, как показали участники, объединяет. Коллектив «Байравань» собрал мордовский народ со всего столичного региона. 10 лет они исполняют и русские народные мотивы, и песни на родном языке. Творчество помогло не только реализовать таланты вокалистов, но и сплотило земляков. Мы занимаемся пропагандой мордовской культуры на московской земле. Культуру Москвы и Подмосковья объединяет многонациональная культура, и происходит обмен. Это преданность любви к своему народу, к своей мордовской земле. И то, что на московской земле звучат наши песни, это нас радует. Каждый участник фестиваля исполнил минимум по две песни на русском и иностранном языках. В стенах Есенинки прозвучали композиции на финском, армянском, мордовском, украинском и белорусском. А самый популярный у участников – английский. Проявить свои вокальные способности могли все желающие. Организовали музыкальный праздник дружбы народов, комитет по культуре округа и общественное объединение «Росмолтспорт». Вполне лояльный был отбор, и в итоге получилось более 40 конкурсантов. Основная цель – показать, что мы едины. Мы представляем собой единый российский народ. И все невзгоды и какие-то проблемы радости и горести мы встречаем вместе. Также и был призван фестиваль сплотить всех. Музыкальный фестиваль оправдал ожидания организаторов. В следующий раз его планируют провести на большой площадке. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.